Здравствуйте! Это программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волынец. Сегодня расскажу о том, как выглядит наше образование в цифрах. Послезавтра начинается новый учебный год. На прошлой неделе о готовности к учебному периоду сообщили в 1170 учреждениях образования страны. 1 сентября в белорусских школах за парты сядут 17262 первоклассника, что на 650 человек больше, чем год назад. В Гомельской области, по данным Белстата, в прошлом учебном году в 111 учреждениях общего среднего образования получали знания почти 160 тысяч человек. Если за последние 10 лет в регионе количество общеобразовательных учебных заведений сократилось, как в районах, так и в областном центре, то в этом учебном году наблюдается положительная динамика – число школ увеличилось. При этом четко прослеживается управленческий тезис о том, что должно расти не только количество, но и качество общеобразовательных учреждений. Об этом четко было заявлено в Мозоре, где обсуждались проблемы комплексного благоустройства города. Подарком для юных гомельчан стало завершение строительства новой школы в 21 микрорайоне Гомеля. Об этом учреждении сегодня говорят как о школе будущего. Современная система образования в нашей стране сегодня активно ищет новые подходы к организации учебного процесса, но при этом не забывает и добрые многолетние традиции – взять хотя бы школу в агрогородке Литвиновичи. Это учреждение образования имеет 100-летнюю историю, хотя также могла попасть в число 164 учреждений образования, ликвидированных за последние 10 лет. Сегодня же старейшая школа в Литвиновичах переживает полную реконструкцию. Надеемся, что к сентябру наши дети придут в это новое прекрасное здание, которое будет отвечать современным требованиям. И мы очень рады, что для наших детей сегодня создаются достаточно комфортные условия для обучения и пребывания в здании учреждения. Кстати, в новой реконструированной школе в Литвиновичах в этом году прибавится количество учеников. Если раньше здесь обучалось 117 человек, то в этом году за парты в агрогородке сядут 128 учащихся. Еще одна новая школа в ближайшее время должна появиться в одном из спальных районов областного центра. Открытие ее планируется в следующем учебном году, но это уже, как говорится, другая история. Это были «Цифры и факты». Увидимся через неделю.